Добрый вечер! В эфире «Послесловие к новостям». В этом году у телекомпании «Студия 41» большой праздник, нам 20 лет. Есть что вспомнить, о чем рассказать. И поэтому в нашу студию мы пригласили самого главного человека в нашей телекомпании, это генеральный директор Владимир Злоказов. Добрый вечер, Владимир Аркадьевич. Добрый вечер! Добрый вечер! Рада вас видеть вот в такой обстановке, профессиональной. Все родные друзья спрашивают у меня, откуда появилось название «Студия 41». И я какое-то время не задумывалась, и тут, пользуясь служебным положением, хочу все-таки узнать, откуда появилось это название, есть ли какая-то, может быть, легенда, а может быть, действительно, откуда пошло все? Особой легенды нет. Нет. Один из акционеров предложил нам такое название. Это связано ровно с тем, что мы получили 41-ю частоту дециметровую и «Студия 41». Ну и небольшая связь с тем, что в Нью-Йорке в то время был очень популярный клуб, он тоже назывался «Студия 41». То есть это такой привет из 90-х. Так вот весело и шагаем 20 лет. 20 лет назад, в 97-м году, у вас было ощущение, что вот все это надолго, что это такая серьезная игра в телевидении, или вот другое было отношение? Как все начиналось? Начиналось именно так, что все это серьезно. То есть это не было игрой. Я понимал, что для меня это, наверное, если дело не всей жизни, то дело очень значительного периода в моей жизни. И я приходил, ну, надолго. Наверное, я не загадывал, что будет через 20 лет, но то, что это будут долгие годы, тогда уже было понятно, и мы на это надеялись, и это получилось. Помните то состояние, с которым вы начали работу на телекомпании? Драйв, азарт, вот свои эмоции, свои ощущения? Ну, наверное, это все-таки, да, вот драйв. То есть мы занимали там, компания вся училась на 100 квадратных метрах, все были, находились в зоне видимости, и я там последние дни перед эфиром буквально курсировал из монтажки в аппаратную, из аппаратной в монтажку оттуда к дизайнерам, смотрел, что получается. Ну, было много всего нового. То есть мы там камеры получили, наверное, там за 3 дня до эфира, например, мы их начали... Тестировать. Начали тестировать. И у нас не было пути назад, потому что мы знали, что все, мы для себя просто решили, что мы 14-го числа должны выйти в эфир. Это был понедельник. А вот это, я не помню, какой день недели, но это было 14-го июня, 18 часов. Мы были все у монитора, и когда вышла заставка первая студии 41, все захлопали, обрадовались. Я представляю, какие эмоции вы испытывали. Это же рождение ребенка, наверное, можно сравнивать. Ну, и еще какое-то волшебство, то есть магия какая-то. Вот мы там работали, несколько месяцев готовились, и вдруг это все появилось в эфире. Вот сейчас, спустя 20 лет, вы уже можете сказать, какими навыками, чертой характера вы стали обладать спустя годы управления телекомпанией? Появились какие-то новые черты в вашем характере, чтобы управлять творческими людьми? Да, черты или нет, но вот что касается в части управления творческими людьми, то есть я понял, что не может быть директивных методик управления. То есть людей нужно убеждать в своей точке зрения, доносить свою позицию, и когда как бы сходятся, ну, сходятся, звезды сошлись, взаимопонимание состоялось, какой должна быть картинка, что должно быть интересно зрителям. И тогда, ну, такой синергетический эффект, получу синергетический эффект от того, что как бы хочу я как руководитель, что там другие руководители требуют. И когда это понимает творческий коллектив, и все это в конце концов воплощается в продукт, который появляется в эфире, вот это драйв для всех, драйв для меня, как для руководителя, я думаю, драйв для журналистов, которые это делают, для других сотрудников, и это здорово, это круто. Ну, 41-й канал – это та своеобразная кузница кадров, потому что многие ребята, которые начинали на этой телекомпании, уехали покорять столицу, работают на федеральных каналах. Вот вы как руководитель испытываете больше гордость за то, что взрастили, или все-таки разочарование, что, ну вот, научились и уехали? Совершенно точно не разочарование, когда человек приходит и говорит, все, я поехал в Москву. Ну, наверное, есть элемент обиды, а потом все равно это гордость, это то, что люди уходят в Москву и начинают там работать на федеральных каналах и в эфире, и за кадром, и на руководящих должностях, редакторы выпускающие, рядовые корреспонденты, ведущие. Это говорит о том, что мы все делаем правильно здесь, на канале, и что тех людей, которые мы воспитываем, они востребованы и на федеральных каналах. Мы все делаем правильно. Значит, профессионалы работают. Да, причем профессиональные стандарты, они одинаковые для федеральных каналов и для нас, и у нас требования для журналистов, для людей, работающих в кадре, и за кадром, они чуть не ниже, чем на федеральных каналах. Но еще одно подтверждение – это бронзовые орфии, статуэтки ТЭФИ, которых уже достаточное число накопилось за 20 лет. Помните первую, кстати? Да, 2002 год. Главный приз, главная номинация за лучший информационный выпуск в России. Вот признание телеакадемиков, профессионалов и признание зрителей – можно сравнить вот эти два призвания? Или все-таки это разные вещи, они могут существовать порознь друг от друга? Сейчас, набрав статистику, когда мы проработали 20 лет и получили очень много орфеев, то можно сказать, что да. Во-первых, это признание профессионального сообщества, и оно же не обезличено. Нам призы вручал Познер, Александр Любимов, Иван Демидов, ну и много других известных людей. С одной стороны, что мы не обезличенно нас поздравили, а вот эти люди, они решили, что мы лучшие в этой номинации. С другой стороны, если сравнить частоту получения орфеев и динамику рейтингов студии 41, то они совпадают. То есть, когда мы получали много орфеев, а развитие все равно, оно не постоянное, оно идет как-то по синусоиде, то периоды зрительского интереса, они с периодом больших количеств орфеев, они совпадают. А сегодня что зрителю нужно? Сегодняшнему зрителю, екатеринбуржцам? Екатеринбуржцам прежде всего нужна местная информация. То есть, мы не можем, в отличие от больших федеральных каналов, давать большие шоу, программу «Голос» или «Танцы со звездами», но никогда никакой первый канал не расскажет о том, что происходит здесь. У тебя во дворе? Да, у тебя во дворе, у тебя в городе, какие проблемы тебя интересуют, как будут ремонтировать улицы, что будут с капремонтом, что у нас со здравоохранением, что у нас происходит во власти, что у нас происходит в обществе. И не только такие вещи, но и, мы называем это культурные новости, что у нас происходит в театрах, в выставках, в других общественных местах. Ну, глобальных событий хватает нас в Екатеринбурге, чемпионат мира по футболу, тот же самый, всей страной готовности. Чемпионат мира, он в Екатеринбурге случается раз в жизни, а ситуация там с дорогами, с коммуналкой, с образованием... Ежегодно. Да, это каждый день. Ну и закономерный вопрос, что дальше? Заглядываете ли вы в будущее, насколько далеко? В будущее заглядываем, смотрим в будущее уверенно, с оптимизмом, значит, и все у нас будет хорошо, потому что вот этот запрос на местную информацию, причем не только оперативную информацию, у нас сейчас нет задачи рассказать о чем-то первом. У нас задача рассказать подробно, рассказать компетентно, подобрать экспертов, которые бы, ну, опять же, компетентно бы прокомментировали это событие. Составили полную картину, да, что происходит? Да. Этот запрос, он есть, он никуда не денется в ближайшее время. Региональное телевидение будет жить? Региональное телевидение будет жить и развиваться, более того. А если говорить про какие-то большие проекты? Большие проекты у нас, опять же, традиционно, это День города, телемарафон, который мы делаем. Мы в этом году поддержим, уже который проходит в 20-й раз конкурс Миссии Катеринбург, и, может быть, еще что-нибудь новое придумаем. Замечательно. Мы с вами, мы вас поддержим. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу и с праздником. В канун Дня Рождения хочется вас поздравить, сказать спасибо. И вам спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Послесловие». Хорошего вечера.